Кто к нам опять в окно здесь лезет? Нэнси! Ты чё там делаешь, а? И чё ты там делаешь? Кстати, эти наклейки надо снять. Как их снять бы, а? Не! Мякало. Вот привыкла по подоконникам, теперь он заглядывает в дом. Ну и чё, скоро пилочку можно будет на улицу ходить, будете с ним развлекаться вместе. Хочешь, вы не убежали куда-нибудь? Ну, будем следить. Нет, он может так вот и убежал, и всё, и нету. Или собаки могут задрозить. Посмотри, как помнишь, мы с Дариком гуляли возле такой волкодавы, как побежали на него. Поначалу будет это, под присмотром. Хочу вас сегодня познакомить с кулинарным каналом Натальи Приморской. На канале Натальи рецепты, проверенные временем и достаточно несложных приготовлений. А я хочу попробовать приготовить котлеты из филе щуки с салом и манкой. Подписывайтесь на канал Натальи и ждите от неё новые рецепты. Ссылочка в описании к этому видео. Все растём, да? Смотрите, какие-то такие. А самое большое, это вот этот, который уже ходит. Ага, здорово, да? Здоровяк. Так, надо же опилки перенести. А? Вот эти? Нет, солома. А, здесь солома? Да. У нас же в мешке, что она промокнет? Ну всё, она промокнет. Ну не так, что не давать-то... И в сарай, да, некуда поставить? В сарай нет, нет. А если в летний душ? Ну, если только туда. Давай сюда поубедим пока. Угу. Хотим немножко, хотим вот это вот открыть. Вот эту штуку, чтобы нам побольше места было. Ну, будем заходить. Вот у меня, Рушана, предлагаю, как заходишь в сарай, здесь вот, допустим, вот такой высоты сделать... Это и мало. Ну, а как я буду тебе по-другому? Перелетать, что ли? Чё мало? Такой высоты, я говорю, сделать это здесь ступеньку, чтобы перешагить, когда заходишь в сарай. Здесь сделать, закрыть, чтобы, когда ты заходишь в курятник, чтобы они не выбежали, не выскочили. Потому что им там места мало, видите, а они друг по-друге. Ой! Ну, какие-то мечты, и всё. Вот сейчас отобью сюда на калачу, и вот эту тоже сюда на калачу повыше. Дениска будет? Не, нормальный. Кто сюда залезет? А вообще, по идее, можно было бы, знаешь, вот так сделать. Кто сюда залезет, кто сюда залезет? Кто туда залезет? А кто сюда залезет? Кто здесь сядет, да? Ой, да давай вот так поставим. А вот вдруг эта штука тебе пригодится? Или она уже обкакана, да, будет? Да, это ерунда. Вот сейчас колотить это буквально на какое-то время, там, на полмесяца. Что-то Хрюша у нас орёт. Надо пойти посмотри, может, у него воды нету. Да нет, ещё рано. Может, воды нету? О, что-то орёт сильно, слышишь? Она просто нас слышит. Ну-ка, посмотри, может, воды дать. Чё кричишь? Воды нету? Воды нету. Так, тебя отлично. А, пей. Чё, ты не пить хотела? А, чё такое? Чё с тобой? Ой, грязнуль-ка. Ой, грязнуля. Ну, чё такое? Чё такое, а? Чё такое? Нет, пить не хотела. А, чё орёшь? Там тебе не жарко. Сегодня прохладненько. Чё тебе? Чё ты так орёшь? А, чё расскажешь? Чё, у тебя токсикоз, что ли? Чё ты кричишь? Поесть ещё рано. Тоже закармливать нельзя. Мы и так нормально ей даём. Всё, закрывается. Нет, она пить не хотела. Они уже рвутся. Они уже рвутся. Надо было сперва сделать вот здесь вот эту штуку. Чтоб они сейчас в тех с вами повыбегали. И мы по всему двору их не ловили. А мы просто за яйцами будем ходить, перешагнули, да и всё. И меньше будет сюда отсыпаться. Так, и там надо проверить. Нигде ходов нету, никаких. Я заколакивался. Да. Рама осыпается, да, вся вон уже разбилась. Теперь побольше им будет места. Так. Надо будет вот сюда. А ты можно так поставить. Нет, это же парни. А, чтобы надо ещё, знаешь, рассчитывать, чтобы мы могли в калитку туда зайти. Яйца собрать. Вот это сюда поставить. Ой-ой-ой. Страшно, страшно. Ага. Ну-ка. Что же так снимите-то, а? Ну всё, мы сейчас идём просто, а потом попозже придём, посмотрим. Сейчас они страшно, сейчас они панику наводят. Ой-ой-ой-ой. Как страшно. Что здесь поставят. Сюда и корнику сюда поставят. Ага. Сейчас успокоится. Сейчас успокоится. А вы что сюда? Солпились. Вы же делаете кого? Я сейчас не пойду собирать, там что-то их, я не знаю, 5 штук. Все, я закрываю? Закрывай, закрывай, потом придем посмотришь. А попозже придем, уже посмотрим потихонечку, как они там гуляют, ходят. Так, кукуруза улетает, очень быстро. Уже надо опять кукуруза покупать. Угу. Внутри. 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 Целые гранулы они увидят. Потихоньку получают. Печь у меня на дунушке осталась. Поехали в магазин. У нас дождь начался и краску надо купить и саморезы купить надо. Мне еще надо это купить, какие-какие семена. Ну вот сейчас все равно дождь идет, блин, ты только грязь разводишь еще. Просто завтра, если хорошая погода, чтобы с утра... Если, если, говорю, если хорошая погода, чтобы быть во всеоружии. Тебе, наверное, литровой банки хватит, да, краски? Да, только поржавче не надо. Просто я теплицу сегодня красила и не докрасила ее наверху. И немного это... Где вот эти... Двери. Ну, а еще потом, получается, я там буду подваривать немножко, еще надо подкрасить. И у меня краска, которая у тебя кончилась. Да и там саморезы, блин, только я в одном месте. Я сегодня ездил, когда я там тоже смотрел, в Мегастрое. Там таких не было саморезов с потай-шляпкой. Нам потому что по дереву надо будет сначала деревянные рейки сделать. Сейчас с полиэтиленом будем крепить к металлу. Вот тебе охота, а сейчас в грязи ковыряться. Давай, пойдем переодеваться, поедем. Ну, и все прилипает. Ну, какая у меня тяпка шикарная. А я не могу вот эту тяпку, которая большая, вот как все пропавывать. Я не могу ей. Я как-то пропавывала помидоры. Я отфигачила помидоров несколько штук. Ну, если честно, вот так, допустим, ты как ты вот сейчас делаешь, ты намного лучше делаешь, потому что ты рыхлишь землю и вытаскиваешь с корнем. А когда вот эта большая тяпка, там большинство корней срубается, и все. И потом все заново растет. Просто, видишь, я втаптываю обратно. Ну, пол ведра уже набрала. Нет, лучше по-сухому этим немножко, когда по-суше будет. Таптываю, этот... Землю, утрамбовываю. Землю, да, и все. Нет, траву. Ее туда тебя вытащить трудно, тем более, когда сырая земля. Ну, убирать-то надо. Я чуть-чуть буду, неделю убирать. Ну, ты же тоже подожди уже не будешь. Ой, травушка, муравушка. Для наших кроликов. Кроликам нельзя свежую траву давать. Почему? Им нужно, чтобы она немножко полежала. Да? Ну, внутрь я можно. Вот, внутрь я можно. Да, вот внутрь я. Просто я для себя запомню, что свежую траву нельзя кроликам давать. Только кроликам? Только кроликам свежую траву, а буквально там она часик должна полежать немножко. Такая подвять. Обычно вот так траву нарвут, потом на кролятик сверху положат, а немного полежит, потом дают. А свежую дают, что у них почему-то животы могут сдуться. Но у нас она не пыли, что она сразу ее сдует. Ну да. Ветром. Ну ладно, внутрь я отдадим. Пойдем внутрь я отдадим травушке. Нравится? Ой, как они любят травку, а? А жду я руками, одной вот этот. Одной, второй. А нет, первого видишь? Угу. Вот я про него и говорю. Ну, почесаться надо. Блохо, ты же такой, ее здоровый, да? Угу. А когда мы их есть будем? Подожди, пусть начали родят. А потом съедим. Ну что, я заглядывала, вот они более-менее выходят потихонечку. У меня цветы, которые здесь стоят. Они здесь вот так вот, вы за кормушкой стояли. Просто так вот, видите? Ну, все привыкнет, сейчас привыкнет все. Нормально. У меня тут полно перчатки какие-то в земле. Повырялось в клумбе. Буду отстирывать. Кстати, в этом комбикормовом заводе, где вот мы берем все время зерно, там есть также старт, рост, финиш для них сушек. А, да? Я подумал, если им давать, допустим, тот же самый рост, они что, расти быстрее будут или нестись быстрее начнут? Точно не нестись. Мы приехали в Магнит. Не могу это не заснять. Я, кстати, себе кое-что тоже взяла над фикс прайсом. Мы фикс прайс заезжали. Это на что? На вот это. А, все, у меня есть такие шоколадные. Было бы что-нибудь такое праздничное? Чем эти славики, да? Смотри. Глазурь сразу из тюбика. Белая, с какао, с бирюзовая. Да, 71 рубль еще стоит. Учего не написано выгодно? Красивый жидкий. Ой, это красота. Сосыпка жемчика. Это, конечно, супер. 320 рублей. Прям как настоящий жемчик стоит. Морские сокровища. Ну, да. Сахарный декор. Что-нибудь с Пасхой было бы связано. А что такие-то? Ну-ка, это что такое? А, термоэцкет. Термоэцкет. Угу. 49. Ну, и там всякие тоже эти. Красители. Ну, и что-то, по-моему, интересное это, да? Да. А, это та штучка, наподобие, которую я сейчас взяла, да? Да. А, это для приготовления. Это формочка. А там нет. Там подставочку я взяла. Давай, только скорее. Мы приехали после магазина. Доехали к Кристине. Диван собрать на место. Мы, может, здесь не ночуем больше. Мы сколько здесь ночей переночевали? Две, три? Две. Одну. Две. Нет, точно не одну. Ну, тут пипец холодно, я вам скажу. Знаете почему? Потому что выключили мы отопление. Ну, да. А, Кристина, по-моему, выключила. Да. Смысл здесь его греть. Арушан отключил бак. Чего свет мотать-то? Угу. Надо будет ждать сейчас Дерека полотенца. Так, Дерека полотенца. Мы вытирали его тряпкой, ему лапы. Наверное, вот это. А если нет? Ой, блин. А если нет? Дереком не пахнет. Дереком не пахнет? Нет. Знаю, что у него было темное коричневое полотенце всегда. Блинаруш, я не знаю. Ну, ты возьми вон то. Потом перед приездом постираем, а враг повесим. Вот это? Да. Нет. Он не узнает. Ну, давай вот это возьмем. Вот это, как ты. Самое темное. Так что все проверили, все нормально. Вот это можно взять. Зачем? Зубки почистит, пилотику и Дереку заодно. Потом обратно положим. Давай, не прикалывайся. Все, поехали. Ой, мой телефон. Забыла телефон. Можно Дереком? Это мои полотенца, Рушан. Все нормально. Кстати, я убрала цветок. Вот сюда. От солнечных лучей подальше. Которых пока... Не надо солнца? Ну, пока их, конечно, и нету. Надо закрыть. Все, вот это вот полотенце я возьму. Это наши полотенчики. Привозила, когда мы ночевали. Здесь все, побежали. Все нормально, все проверили. Убегаем. Всем добрый вечер. Мы уже дома. Сейчас покажу быстренько, что взяли. Рушан взял себе вот такие перчатки. Они чуть-чуть недорогие. То есть, я не знаю, по-моему, по 25 рублей. Он штукатурит. Они у него быстро изнашиваются. Взяли салфетки. Моя цена. Потом... Так. Наверное, я на пол лучше поставлю, потому что начинает с пакета все сыпаться. Опять взяла яблоки. Новый урожай. Очень хорошие, вкусные яблочки. Они у нас по 72 рубля. Яблоки. Потом вот это взяли мы уже. Эти конфеты в фикс прайсе. Мультизлаковые конфеты с белой глазурью. Врала с темной. Мне не очень понравились. Взяла с светлой. Так, это туалетная бумага. Потом еще в фикс прайсе взяла вот такую форму для Пасхи. Вот такая формочка там стоит по 27 рублей. Вот желтенькая. И есть еще красные. 27 рублей. Так ставится. И сверху ставится Пасха. Решила. Никогда такими не пользовалась. Мне нравилось что-то. Ну, возьму так для разнообразия. Посмотрим. Может кому-то захочу подарить. Вот тоже так можно поставить и подарить. Красиво будет. Потом взяли такой азер-чай. Черный чай закончился. Вот такой чай у нас есть. Мы брали его Кристине. Она его оставила у нас. Какой невкусный. Мне так не понравился этот чай. Прям не могу его пить. Взяли черный. Азер-чай. Потом лук. Заканчивается. Ну, крупный заканчивается. Мелкий есть. Мелкий всегда есть. Мне кажется, всегда будет. Потом кукуруза. Глобус. Ты зачем свою чашку грызешь? Пилотик. Хотя косточку вот только сгрыз. Брали мою. Мыло. Мое любимое. Мыло у меня закончилось уже. Чистая линия. По 119 рублей. Если по акции. А так что-то около 200, 168 или 188. Точно не помню. Мыло отличное. Руки не сушит. Увлажняет. Мне очень нравится. Сила природы. Березовая. Для всей семьи. Жидкое мыло. Чистая линия. Так что пользуйтесь. Классное мыло. Я советую. Огурец взяла. Хочу Камилу приготовить. Не могу. Нравится мне этот салат Камила. Обожаю его. Вязанка. Две колбаски взяли. Семечки. Крутой окер. Потом взяли здесь. Сейчас я вам покажу. Распакую краску. Я красила сегодня киприцу. И не хватило краски. Надо было взять. Вот такую штуку взял Рушан. Это знаете для чего? Это чистить. По-моему он взял улики. Такая железная штука. Будет соскребать вручную. Хотела какой-то диск взять. На болгарку что ли одевается. И он чистится. Поудобнее говорит. А сейчас говорю буду вручную. Потому что не нашел. Нет. А вот семена взяла. Кубанская. Свекла кубанская борщевая. Я по-моему такую не брала еще. Нет. Вот такие вот семена. Свеклу надо побольше. Посадить. И помидоры взяла по 105 рублей. Вот такие вот помидорчики. Одинаковые. Камелот. F1. Почитала про них. Ранеспелые. Ничего такие. Мне понравились. Попробую. Такие семена взяла. Потому что шанс себе взял. Здесь шурупов набрал. И взяли краску. Вот такую краску берем. До этого брали получше конечно. Подороже. Это 244. А брали по 500 с копейками. Тоже такую небольшую баночку. Но чуть побольше этой. Три в одном. Грунт эмаль. Быстро сохнущая. Глянцевая. Так. А та у меня глянцевая. Я точно не помню. Чтоб не отличалась. Она по-любому будет мне кажется отличаться. Тоже серая. Также взяли. Оттенок будет где-то темнее. Где-то светлее. Ну ладно. И Рушан взял. Для металла и дерева. Престиж. Это краска синяя. Он хочет улики свои покрасить. Как раз почистить и покрасить их. Так что. Вот это вот. Все. Круша уйдет. Это все по-моему. Обратно. Так что. Вот такие дела. Все что хотела вроде бы взяла. Сейчас буду распаковывать чай. 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 Клаб. Пересыпать чай. Вот этот чай был вкусный. Я не помню. По-моему, он кто-то его подарил. Ричард. Может, сами брали. Но был вкусный. Сейчас быстренько все уберу и пойду кормить всех. Что у нас уже стернело. Рушан-то приготовил уже, чем кормить заранее. Сейчас пойду кормить. Ты что, Филатик? Хочу пересыпать, Рушан-то туда, чтобы было поудобнее, чтобы вот таких моментов не было. А ты это сразу перчатки своими уйдешь. Все, они освободились. Что, перчатки? Да. Да, освободились. Одень. Немного мимо. А, весь, представляете, поместился. Здесь сколько? 100 грамм. А здесь? Ну, как раз на упаковочек помещается. Здесь 80 грамм. Все это отлично. Не люблю, когда вот коробочки вот немножко насыпала, потом коробочки еще отдельные стоят. О, вообще супер. Отлично. Отлично.